Состояние жилищно-коммунального хозяйства, особенно в части теплоснабжения, стало таким существенным тормозом в развитии Улан-Удэ, а значит и в развитии всей республики Буряти. Жители 98% индивидуальных домов, в которых живут 34% населения, используют дрова и уголь. Состояние 149 многоквартирных жилых домов, 18 социальных объектов, 5 предприятий отапливаются котельными, работающими на мазутном топливе. Соответствующее отношение к людям и к экологии совершенно недопустимо. Миллиард 600 на реконструкцию сетей. С первым этапом мы зашли, реализовали его на 900 миллионов. Но и у нас было три этапа. На слайде есть, первый этап реализован, второй этап красный на слайде, третий этап зеленый. При этом третий этап делался концессионно, то есть ТК-14 вкладывало 300 миллионов своих, еще 400 миллионов. 300 миллионов давал фонд реформирования ЖКХ. Это позволяло закрыть 4 котельных, в правом верхнем углу, в том числе мазутные, которые вы, Юрий Петрович, сказали. Решить надежность и вопросы загрязнения воздуха. Но на 2021 год в рамках секвестра 700 миллионов с нас сняли. И тот этап, который красным выделен на участке, он ликвидировался. Третий этап делать, то есть то, что зеленое, делать без красного бессмысленно, потому что они между собой соединены. И если не сделать второй этап, третий, повторюсь, в небюджетно-конституционный, теряет смысл. А концессия уже подписана. Деньги были в бюджете, они стояли в законе, в трехлетке были прописаны. Но в рамках оптимизационных процедур на 2021 год снялись. Когда мы что-то сокращаем, то мы всегда ориентируемся на приоритеты. Что можно сократить, а что нельзя. Вот президент Российской Федерации считает, что развитие Дальнего Востока – это приоритет России. У нас больше 50 законов принято для того, чтобы Дальний Восток по-другому жил. А вы как-то по-другому считаете? Я по-другому не считаю. Тогда почему вы в эти 10% именно Улан-Удэ и записали? Объясните мне, в чем логика? Вы же давали предложение. Этот механизм был общий. Предложение давали сами министерства, не Минфин. Почему вы исключили важнейший объект Дальнего Востока из программы? Зачем вы это сделали? Мы планировали найти средства за счет других источников. Найдите. Да. Сколько вам времени для этого потребуется? Мы на эти вопросы сейчас работаем. Из этой ситуации надо выходить. Потому что ситуация некрасивая. Вы вот сейчас по телевизору сидите. Это, конечно, удобно. Мы можем здесь людей собрать. И вы им бы рассказали, почему мы взяли и решили коммунальную сеть в Улан-Удэ в порядок не приводить. Я думаю, что у вас немножко другое выражение лица бы при этом было. Значит, давайте мы с вами так договоримся. В течение месяца мне нужен от вас ответ по источникам средств. Поручение по поводу, скажем, улучшения состояния коммунальной инфраструктуры в Улан-Удэ я по результатам этого совещания дам не в адрес республики. Республика там тоже будет стоять, но республика там будет стоять после федеральных министерств. Они тоже должны принять участие в этой работе. Они помочь должны, а не командовать. И то, что касается перспектив по чистому воздуху, это должен у нас быть разводно согласован план. И мы с правительством работаем. Будем докладывать и Юрию Петровичу, и коллегам о том, что мероприятия в полном объеме учтены или не в полном объеме учтены для решения вопросов чистого воздуха. А так, сегодня у нас как раз это было прорывное совещание, такое напустие, которое и мы получили, и другие федеральные органы. Динамику существенно придаст к решению наболевших вопросов.